До ближайшего отдела ГИБДД несколько километров, но инспекторов здесь хоть отбавляй. Обочина заставлена учебными машинами, тротуар полон теми, кто только собирается получить права. С сегодняшнего дня всех кандидатов водители сразу бросают в городские реалии. Ты в теории опять же это умеешь на площадке, в реальной жизни это совершенно другие условия, это будет сложно. Обязательные элементы, такие как параллельная парковка, эстакада, разворот в ограниченном пространстве, раньше сдавали на закрытом автодроме, когда тебе никто не мешает, да и сам ты не создаешь помех. В жизни так не бывает, решили в ГИБДД и воспользовались суворовским принципом. Тяжело в учении, легко в бою. Вроде бы научились парковаться при конусах, которые выставлены на площадке. Очень большую проблему приобретает кандидат водителей, когда он уже собственно начинает двигаться по потоку и парковаться. В автошколах нововведения приняли с радостью. По сути, минус один экзамен, но сразу возникли вопросы. Если на площадке огороженное парковочное место было всегда, то в городе приходится полагаться на удачу. Если это будет выходной день, представляете, в субботу, да, как найти такую парковку, когда все занято, или в час пик. Что ждет экзаменуемых на дороге, решаем проверить на себе. 20 лет водительского стажа придают уверенности. Начало маршрута на подъеме. Обязательный элемент эстакада сразу идет в зачет. Следом еще один. В ближайшем месте выполняем маневр разворот в ограниченном пространстве. Под параллельную парковку место пришлось поискать. Электронные ассистенты на экзамене запрещены. Избалованный водитель испытывает трудности. Так, а у него не парктроников, надо мне не влезать. А дальше открывается новое, вернее, хорошо забытое старое. Оказывается, что за небольшое превышение штраф с камеры тебе не придет. Но на экзамене это грубейшее нарушение. 40-40 вы едете со скоростью 50 км в час, превысит установленную скорость движения на 10 км в час. А при перестроении в соседний ряд, даже на совершенно пустой дороге, нужно включать поворотник. Перестроение надо было включить, оказать это поворотник. Забыл. Минус балл? Минус 3. Минус 3. Господи, не сдался. Вот так 20 лет за рулем придававшие уверенности превратились в самоуверенность. Вторую отсылочку, к сожалению, у вас нет здания. Но даже если предположить, что маршрут был пройден без штрафных баллов, то сегодняшний экзамен нельзя было бы считать оконченным. В первый день действия нового регламента, как минимум один обязательный элемент выполнить нам не удалось. Так называемый гараж или парковка задним ходом под 90 градусов. На нашем маршруте было необходимое место, но, к сожалению, все парковочные места там были заняты. К счастью, новые правила оговаривают, что если экзамен нельзя выполнить в городе, его всегда можно перенести на автодром. Изменения ждут и мотоциклистов. Главное – новшество – возвращение элемента габаритная восьмерка. Из-за сложности его убрали 5 лет назад. Это гораздо более сложное упражнение. Если будущий мотоциклист не умеет держать баланс, неправильно поставлен взгляд, либо еще какие-то огрехи в обучении, то выполнить это упражнение будет крайне сложно. Впрочем, новым трудностям в мотошколах только рады. Все тот же принцип тяжеловучения и легко в бою здесь только поддерживает Сергей Сергеевич.